Республики Беларусь на пункт того, как внести измены у Кодекса по административным правопорушениям. Идея была наступная. У Кодекса по административным правопорушениям отсутствует конкретный список захворываний, по каким я деньга человека размещать у ИВС на отбывание административного правопорушения. Это важно, потому что каждый человек, который имеет тяжкую хворобу, не мог отбыть административный адрес. Я написал по новому парламенту Украины, и они отмывали мне о таких изменах. Вы уличили это не мотозгодным для гражданства. Лечу, что это вельми неправильно, потому что ее стерят психологичных расстройств и таких поводинных расстройств, поводинных, которые человеку не дозволяют быть помещенным в азоляцию УИВС. Например, такое захворывание, как депрессия, не так само по исходной международной классификации захворыванию не может быть, человек с такой захворыванием не может быть помещенным в изоляцию УИВС. Тому наш парламент, чему так парламент не поставился в гуман, я не ведаю. Что еще могу сказать, что захворывание психологичное, яны, ну, вельми тяжко выявляются. И, на первый взгляд, человек может быть нормальным, и поводин его нормальный, а когда он оказывается у изоляции, это захворывание может проявить в себе. Человек может притянить и себе шкоду, и шкоду окружающим его людям, которые знаходят так само у изоляции. Ну, вот в такие вот, первый упадок, а чего чего протягивать вот эту тему, не мусировать? Ну, вот, по-первых, надо сказать, что и в Украине, и в России, и в инши странах такие решения приняты на взрыве правительства, которые гуманны для людей, которые хворох, скажем так. Чему наш парламент не стал быть гуманным для этих людей, я не ведаю. Протягивать, конечно, не треба. Я взвернусь у САО МИН, как я ными уже сами инициовали, так и измены у Кодекса по административным правопорушениям. Продолжение следует...